Добро пожаловать на канал, меня зовут Вадим. Итак, давненько не было распаковок, и вот очередная распаковка. Большая посылочка. Итак, поехали её распаковывать. Итак, здесь пришло несколько маленьких коробок. Посмотрим, что внутри. И заказывал, как всегда, я в Польше. На всем известном сайте, очень удобный. Всем он очень зашёл, и все стали с него заказывать. Но действительно, в плане выбора, в плане цен, это шикарно. Да, единственный минус, который можно по нему сказать, это, конечно, доставка по времени. Потому что она занимает примерно месяц. Бывает чуть побольше, бывает чуть поменьше. Но приходится подождать. Итак, что посылки? На самом деле, я уже сам не помню, что заказывал. Некоторые позиции просто забыл. Ну, здесь очередной стикер о том, что получишь скидку. Хотя, на самом деле, такая скидка, мне кажется, работать не будет. Итак, здесь ёршик. Так, этот ёршик от фирмы EZ Detail считается один из самых крутых. Это наподобие как Detail Factory. Это подобное. Ну, он очень мягкий. Прямо. Чувствуется очень мягким. Единственный минус по нему, который я скажу, он маленький. Прямо действительно, вот по длине он маленький, потому что на конце у него резиновый. Ну, в принципе, у всех подобных ёршиков резиновый наконечник, чтобы не повредить. Хотя, на самом деле, можно было делать и без него. Ну, здесь идёт такой специальный скос. По щетине она достаточно плотная. То есть, здесь много вот этих щетинок. Думаю, будет классно. Ну, в целом, у меня есть подобный ёршик китайский. Красный такой. У него больше ворса, да. Он также гнётся, как и данный ёршик. Здесь есть резиновое такое уплотнение. Специально, чтобы не брызгало. Но, на самом деле, это не особо работает иногда. Ручка у него деревянная. Здесь написано, есть за детейл. Сделано в Америке. Вот такой шикарный ёршик. Посмотрим, как он будет работать. Ну, в целом, как бы, премиальный продукт. Почему бы им не пользоваться? Хотя, на самом деле, я скажу, что по ёршику, что красный, что данный, они плюс-минус одинаковые. То есть, стоило ли переплачивать, не знаю. Данная коробка. Посмотрим, что здесь. Хорошо упаковали. На этот раз я сказал, что мы прям хорошо упаковали, потому что бывает случай. Итак, Angel Wax Atomic Shampoo. Да, я решил взять на пробу данный бренд, Angel Wax. Мне кажется, он интересный. Это английский бренд. На самом деле, он не очень популярный. Почему-то его нигде про него не рассказывают. Но это считается одним из премиальных брендов в Англии. В плане упаковки вопросов нет. Вот действительно, когда смотришь прям премиальный бренд, и действительно, когда это именно сходится, то вот здесь это сочетается. К упаковке вообще никаких вопросов нет. Бутылка прям плотная. Очень четко все сделано. Нигде ни складочек, ничего нет. Прям вопросов никаких нет. Ну, по запаху вообще ничего не скажу. Вообще никак не пахнет. Данный шампунь Atomic Shampoo, Крофен Shampoo, это Крофеновый шампунь. То есть, это фактически шампунь с добавлением гидрофоба, скажем так. Ну, не всегда это срабатывает. Иногда подобные шампуни просто хорошо чистят именно покрытия, которые у вас нанесены. Ну, например, либо Крофен у вас нанесен, либо Керамика. Они как раз таки именно хорошо работают. Так что вот такой шампунь. Далее здесь, ну, как всегда, в подарок положили фибры. Фибры от Clean Pro. И, кстати, здесь прям порядочно так положили. Обычно кладут несколько, но здесь получается 5 штук. Ну, на самом деле, вот эти фибры, они прям качеством так себе, потому что у них и кровя есть, и они плохо впитывают. Ну, в общем, положили и положили. Далее, Angel Wax QD Quick Exterior Detailer. Это Quick для кузова. Да, это именно для кузова. Опять же, повторюсь, к упаковке вообще никаких вопросов нет. Сделано прям, естественно, премиально. Прям очень классно. Пахнет каким-то растворителем. Далее, Atomic QD. А, вот этот именно идет графеновый, тот идет обычный. Здесь графеновая линейка идет черная. И прям, вот говорили про Адамс, то, что когда пришел графеновый Адамс, там плавал, типа графит его называли, но здесь аналогичный. Может, на камере не будет видно, но здесь аналогичный такой черный такой графит. Какой-то он прям там присутствует. Это Quick для кузова. Пахнет аналогично таким прям каким-то растворителем. Приятного запаха точно нет. Так что вот такой Quick. Один триггер сломался. Ладно. Так, ну и такой триггер, он идет на данный состав. Далее, Angel Wax Fast Foam. Ну, это первичка Professional Detail Snow Foam. Кстати, десятилетнее издание. Ну, они все, в принципе, десятилетнего издания идут. Она идет в таре HDPE-шной, значит, она не особо деликатная, как мне кажется. Но посмотрим. Посмотрим. Первое впечатление от данного бренда прям интересное. Ну, по крайней мере, по дизайну бутылки сделано все хорошо. По запахам пока не впечатляет. Ну, вообще нет никакого запаха. Не пахнет. Ну, возможно, Angel Wax, он идет как раз таки без запахов. Это, кстати, тоже, на самом деле, неплохо. Да, лучше без запахов, чем плохой запах. Далее. Такая маленькая баночка. Это воск. 15 грамм от Fireball. Вот на камеру можно видеть. Очень маленькая баночка. Я не ожидал, что она будет такая маленькая. Ну, вот такой пробничек. Посмотрим. Это графеновый воск от Fireball. В принципе, 15 грамм, я думаю, на один раз точно хватит. Сможно даже и на больше. Если мало мазать. Есть такой стикер переливающийся. На самом деле, могли хоть на баночке что-то написать, что это такое. Тут просто написано Fireball Export. Ну, вот так вот. Достаем. И это G-Technic. Состав 3-Clean. Это Quick для интерьера с удалением бактерий. 99,9%. Ну, в принципе, они все так пишут, если есть здесь именно в плане антибактериальной защиты. Ну, здесь еще какая-то BioCare Protected, да. То есть, вот такой состав Quick для интерьера. Это, кстати, новая линейка, новый дизайн у них вышел в этом году. И я решил его взять. В принципе, выглядит прикольно. Это также английский бренд G-Technic. Достаточно интересный бренд. Тоже, в принципе, по нему мало что есть в плане обзоров, но тем не менее заинтересовался данным брендом. Тоже интересно сделать на него обзор. Посмотреть. в плане дизайна мне нравится. Действительно, выглядит очень прикольно. Вообще, англичане, на самом деле, вот стал ловить на себя мысли, что англичане делают прям классные продукты в плане какого-то такой премиальности. То есть, дизайн у них прям шикарно. Не все, я бы сказал, но очень многие. Вот сколько уже брендов попробовал и прям нравится. Здесь упаковано. но мы откроем, чтобы понюхать. Ну, пахнет он каким-то ментолом. Ментоловый запах. Вот так. Ну, посмотрим, как он, конечно, будет работать. Запах ментола. Далее. G-Technic Citrus Foam это первичка. В ней добавлено вроде как цитрус, то есть, она на цитрусах, она должна именно грязь упирать лучше. Безопасно для покрытия, удаляет дорожную грязь легко. Если переводить высокопенный, разводить один к десяти, ну, согласитесь, по дизайну прям классно выглядит, классно. Вот. У них есть номера на баночке, в данном случае WV14, на этом I2. В принципе, это, скажем так, обозначение линейки по градации, то есть, у них есть WV2, WV1 и так далее. В данном случае такой. Так. Ну, и к нему идет триггер, триггер английский, стандартный. Итак, Hybrid Solution Teotra Vax Leather Mist. Это квик для кожи, очиститель кожи. Ну, по запаху напоминает прямо запах кожи. Взял, кстати, это не первый уже состав от Teotra Vax Hybrid Solution, да? Еще была посылка, там тоже по направлению к составу, на данный бренд будет большой обзор. Далее, Teotra Vax Hybrid Solution Interi Detailer Mist. Кстати, можете заметить, в плане бутылки, вот такая интересная бутылка, это Atomizer, по-моему, так он называется. В плане распыла он очень шикарный, потому что одно нажатие и он автоматически распыляет определенное время. Он очень экономичный и у него большая площадь распыла, тем самым у вас ровно ложится состав, без каких-то там капель, в итоге какие-то подтеки, например, он ровно ложится, он экономный и шикарный. Здесь, кстати, идет по 591 миллилитр. Вот так. Teotra Vax всем известный, у них вышла новая линейка, не помню, когда она вышла, по-моему, года два назад, или даже три года назад, Hyper Solution. Это уже как бы следующий шаг в плане детейлерских продуктов. Вот такой состав. Это квик для интерьера, данный квик для кожи. Есть у меня еще состав для стекол, шампунь ручной, ручной, да, и он идет как первичка, и еще несколько составов. они похожи. Итак, что у нас здесь? Опять, хорошо упаковано, в одном случае это плюс, то, что доедет все в сохранности, но в плане распаковки это минус, потому что придется повозиться. Итак, Toto Wax Hyper Solution Pro Graphene Infused Flex Wax. Итак, это, в принципе, графеновый квик, его можно назвать и как квик детейлер для кузова, так и полноценное покрытие. Да, в общем, здесь идет 680 миллилитров, у них, кстати, достаточно прикольный дизайн, он весь переливается, то есть, тут сделано прикольно. Хотя, на самом деле, все бутылки, они немного разные. Ну, запах вполне нормальный, не сказать, что он пахнет какими-то там растворителями или еще чем-то, вполне неплохой запах. Так что, вот такой состав. от тетра вакса. Здесь поехали далее. G-Technic Quick Detailer. Этот состав идет для кузова. По запаху также все запечатано. Это, кстати, плюс. Разрежем. вообще нет запаха. Абсолютно запаха нет. Так что, G-Technic и Angel Wax по запахам вообще никак. так. Далее. Еще один G-Technic керамик G-Wax. Это новый, кстати, состав. Это ручной шампунь, керамический шампунь. Он вышел, кстати, недавно. Здесь написано, что отлично удаляет грязь и действует до 3 месяцев. В плане упаковки все шикарно. Вот, кстати, W3 номер. И заметьте, ничего необычного, но здесь идет крышечка. Мерный стаканчик до 27 миллилитров. Такое просто впервые. Ну, и также такой носик. Итак, по запаху. Запаха нет. Запаха нет. Плюс это или минус решать каждому. в принципе, могли на самом деле добавить запахи. Почему бы и нет. Ну, и такое решение прикольно. Очень прикольно. далее. Шайни Гэридж энзим микрофайбер Бош. Это энзимный шампунь для микрофибр. Хочу сделать новый большой тест. Лучший шампунь для микрофибр. И в данном случае один из претендентов будет Шайни Гэридж. Многие говорили, что данный шампунь очень неплох. Посмотрим. Это, кстати, будет единственный шампунь с энзимами. Как известно, энзимы, они, в принципе, очень хорошо удаляют некие загрязнения. Вот, в общем-то, и посмотрим, как он работает. Ну, кстати, по Шайни Гэриджу в этом году будет большой обзор. И данный шампунь также про него скажу. Ну, вполне приятный запах. Вполне приятный запах. Такой шампунь. Далее. Гейон, квик-дитейлер, голубенький, почему-то его раньше не брал, но решил исправиться и попробовать. У меня есть белый керамический. Он, в принципе, очень неплохой, хотя я бы не сказал, что мне он супер нравится. Мне кажется, он немного подтягивает пыль. Ну, это лично мое мнение. Но данный квик идет обычный, скажем так, да, он не керамический. пахнет каким-то молочком. Так что тоже попробуем. Ну, по гейону у меня был большой обзор, так что просто чисто для себя взял попробовать. В плане обзора на него делать ничего не буду. Ну, возможно, он будет лучший квик-дитейлер. Скажем, такое видео снимем. Далее, новинка этого года наконец-то ко мне она добралась. PNS Dream Maker Show Car Gloss Amplifier. Это квик для кузова от PNS. По поводу PNS планирую понабрать этих составов, потому что хочется сделать полноценный обзор на данный бренд. Это американский бренд. В целом у него очень хорошие составы. Например, Breakbuster очиститель, шин и дисков всем известный. Либо там Paint Gloss. В общем-то у них много составов, они все прикольные. То есть, когда ими пользуешься, прям никаких вопросов не вызывает. Ну, и данный состав, он идет немного своеобразный, он идет как шоу-кар. То есть, он придает шикарнейший блеск, судя по видео. Конечно, хочется попробовать, но в плане какого-то долговечности у него с этим, как говорили, проблемы. Но, тем не менее, попробуем. Очень плотный триггер. Впервые такое вижу. запах такой слабенький, но вполне приятный. Вот так вот. По перенесу буду постепенно набирать составы и, наверное, в следующем году сделаю большой обзор. Ну, и завершает у нас BuildHumber AutoFone. Шикарный бренд BuildHumber. на него у меня был большой обзор. Очень им доволен и решил взять еще один состав от данного бренда. Это первичка AutoFone. У меня есть Touchless. Шикарнейшую, просто моет она. То есть, это лучшая вообще первичка, которую я пробовал. Ну, и хочется сравнить с AutoFone, потому что она считается тоже одна из лучших. и хочу сделать сравнительный тест. В плане как они моют и какая у них пена. Если говорить про AutoFone, то у него пена получше. Ну, а в плане моющей способности плюс-минус. У кого-то один работает получше, у кого-то работает другой получше. Также еще Ardyshine это ароматизатор. У меня уже был такой подарок Ardyshine мне он честно не зашел. У него какой-то очень красный запах. Ну, положили в комплект в подарок. Попробуем. Ну, и еще вот такая штучка. Не знаю, что. Аквакар косметикс. Что это такое? Непонятно. Выглядит как какая-то конфета. Ну, да, это конфета. Тоже подарок положили. Академия подпишись. Академия подпишись. Академия подпишись. Академия